Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Елена Карпенко. Смотрите сегодня в выпуске. Семь за сутки в Уссурийске. В целом уже больше полутора тысяч человек выявились с коронавирусом в Приморье. В онлайн-формате заседания городской думы теперь будут проходить дистанционно. Капитальный ремонт в округе массово обновляют объекты культуры. ЕГЭ не за горами к сдаче единого госэкзамена. Выпускники школ приступят 29 июня. Приморский старт. Заявки на конкурс по поддержке предпринимателей принимают в крае. Дождь и морозь. Погода в выходные дни заставит уссурийцев укутаться потеплее. У семи уссурийцев подтвердился коронавирус за последние сутки. В целом с начала эпидемии в нашем городе 118 человек зафиксировали с COVID-19. По краю 47 новых случаев заражения за минувшие сутки. Итого инфекцию выявили у 1542 человек в Приморье. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах. Это Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем и Партизанск. Больше 550 жителей края выздоровели, 14 умерли. За прошедшие сутки выписали из госпиталя 37 человек. Если говорить о России в целом, то по официальным данным зафиксировано около 326 248 случаев заражения новой инфекции. 8894 за последние сутки. С начала эпидемии выздоровели 99 825 жителей. Не справились с болезнью 3249. Заседания Думы округа теперь будут проходить в онлайн формате. Такое решение приняли большинством депутатов на внеочередной рабочей встрече. Это мера временная, которую будут соблюдать вплоть до снятия ограничений в крае в связи с недопущением распространения коронавируса. Таковы предписания Роспотребнадзора. Сейчас проходит тестирование информационной платформы для дистанционного режима. В будущем планируется разработать техническую возможность, чтобы запись заседаний загружать на сайт Думы округа. Тогда любой житель не только Уссурийска, но и всей страны сможет увидеть работу депутатов. В Уссурийском городском музее начался капитальный ремонт. Строители отреставрируют фасад, проведут гидроизоляцию фундамента, полностью обновят все помещения внутри. Прокачка здания, которому 138 лет, обойдется в 5 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов. Все подробности у Ольги Муравьевой. Уссурийский городской музей закрыт на реставрацию. Здесь намечен большой объем работ. Ведь решено капитально обновить здание и внутри, и снаружи. Сейчас бригада трудится на фасаде. Это дом 1883 года постройки, но стоит и еще простоит не меньше, говорят специалисты. А этим летом приобретет новый внешний вид. Изначально была идея сделать фасад кирпичным, но это здание объект культурного наследия. В документах значатся оштукатуренные стены. Фасадные работы длятся второй месяц. Бригада из 12 человек трудится на объекте, и большая часть наружных работ уже позади. Кроме свежеоштукатуренных стен предстоят и более серьезные вмешательства. Последние годы Уссурийск регулярно затапливает, и всегда в подвале этого кирпичного сторожила вода, которая постепенно разрушает старую конструкцию, а этого допустить нельзя. Также мы здесь будем производить ремонт гидроизоляции, то есть будет здание полностью обкапываться со всех сторон, на глубину порядка трех метров. То есть оклеечная гидроизоляция у нас идет и обмазочная. Потом будет восстанавливаться бетонная отмостка. По коробкам разложены все экспонаты внутри. В помещении идет подготовительный к ремонту процесс. Накопленное годами предстоит вывести на ответственное хранение, чтобы в свободные комнаты преобразить. Здесь полностью заменят облицовку стен, потолок и полы. Гордостью станет свет в выставочных залах, который будет специально направленный. Свет у нас будет на специальных подвижных консолях, да, для того, чтобы мы могли фонари двигать сами, то есть как нам нужно. То есть если нам какой-то надо облиц подсветить, мы можем подвести. Если нам надо, наоборот, вас затенить, мы можем свет немножко убрать, лампу перенаправить. Появится и помещение для лекций. Специально для этой цели освободили хранилище. Последний раз такое внимание строителей музей получал 20 лет назад. Тогда же прошли капитальные вложения. К слову, до 1999 года и музея-то здесь не было. Теперь представить в другом месте объект уже нельзя. Весь процесс ремонта займет у нас еще практически два месяца, может быть, чуть больше. Но мы планируем, что уже к 1 августа музей будет открыт именно как новое здание, отремонтированное, с монтированными экспозициями и, собственно, поменяет облик. То есть впереди у нас еще два месяца тяжелой, кропотливой работы. С какой выставкой откроются, еще не решили. Но уже точно известно, каким муссурийский городской музей встретит посетителей. Просторным и светлым. На окнах с кованными решетками. Снаружи в серых тонах, с белыми вкраплениями. На все эти работы будет потрачено 5 миллионов рублей. Из городской и краевой казны. Ольга Муравьев, Роман Адонин, Телемикс. Получают свою долю внимания и сельские объекты культуры. Так, в этом году капитальный ремонт клуба пройдет в селе Кондратеновке и поселке Черняховском. На других территориях это будут обязательные косметические работы. Где-то заменят ограждение и кровлю. Наша съемочная группа побывала в одном из сел. Кондратеновка, сельский дом культуры. Хотя таковым назвать здание сложно. Снаружи следы разрухи. Внутри и того хуже. Строители уже вынесли весь хлам. Восстанавливают помещение. Не скрывают, объект сложный. С многолетней историей и серьезными проблемами. Здание было, конечно, в плачевном состоянии. Тут провелись демонтажные работы. Снялись полы. Меняется перекрытие. Перекрытие – самая хлопотная часть. Из-за их ветхого состояния большой зал местного клуба много лет был аварийным, закрытым ходом. Кружки и занятия организовывали в других небольших помещениях. В самой середине здания возвышается гора досок. Это элементы, которые пойдут на укрепление потолка. Самая сложная работа – это был демонтаж балок несущих, потому что они уже прогнили. И демонтаж сопутствовал риску для жизни, можно так сказать. Соблюдали всю технику безопасности, разумеется. Работали слаженно, всей бригады, дабы не допустить каких-то несчастных случаев. На полу уже готова стяжка. В перспективе здесь смонтируют современную плитку. Обновят и покрытие стен. Везде по зданию также потребуется замена проводки. Эти работы будет выполнять другая бригада. Начались преобразования и снаружи. Ведь ремонт предстоит капитальный. А это практически одно и то же, что возвести с нуля. Из местного и краевого бюджетов на клуб села Кондратиновки запланировано 7 миллионов рублей. Также в этом году у нас была отремонтирована уже кровля в селе Баневурово. И в дубовом ключе окна и двери заменены. Также из средств местного бюджета были выделены деньги на ограждение Дома культуры села Новонекольск, который в том году полностью произведен. Тимирязевский поселок Дом культуры, а также Никола Львовский и Черняховский. По плану срок сдачи осень. Но строители намерены завершить консулета, чтобы в селе продолжили свою культурную жизнь. Здесь в здании занималось несколько клубных формирований. Устраивали дискотеки и Новый год. Местные жители уже потирают творческие руки. Что он нужен будет нам? Конечно, у нас же здесь самодеятельность была. Мы участвовали, выезжали, даже концерт делали по селам. Если будет завклуб, завклуб будет, если, то мне кажется, что будут люди ходить. Вот библиотека же у нас была здесь. Сама женщина многие годы выступала в местном хоре. И ведь есть еще порох в пороховницах. Последние несколько лет во всех сельских территориях идут преобразования в домах культуры. Уссуриск регулярно участвует в краевой программе, по которой большая часть средств на ремонт – это вышестоящий бюджет. На этот раз пропорция 3% к 97%. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. По поручению президента выплата 5000 рублей положено семьям на каждого ребенка до 3 лет. Подробная инструкция, куда обращаться, с какими документами и в какие сроки – далее. Выпуск новостей продолжит наша постоянная рубрика «Телеконсультант». Я слышала, что на 5000 в период пандемии могут рассчитывать не только обладатели материнского капитала, но и семьи с первым ребенком. Подскажите, так ли это и как оформить выплату? В соответствии с указом президента было принято решение о выплате ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, у которых детям не исполнилось 3 года. 11 мая были внесены изменения и расширен круг заявителей. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие и усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым. Выплата положена только на детей, не достигших 3 лет до 30 июня 2020 года включительно. Ежемесячная выплата не зависит от ваших доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также от получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление. Заявление можно подать двумя способами – в личном кабинете на портале государственных услуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета, а не карты заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, нужно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами. Никаких других дополнительных документов предоставлять не нужно. В случае необходимости Пенсионный фонд самостоятельно запросит все сведения. Опекунам нужно подавать заявление лично в территориальный орган Пенсионного фонда. Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал государственных услуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомление. Выплата не осуществляется в случаях лишения или ограничения заявителя родительских прав в отношении ребенка. В случае смерти ребенка, в связи с рождением которым возникло право на ежемесячную выплату, а также при предоставлении недостоверных сведений. Все вопросы можно задавать по телефону управления 31 51 10, 3196 69 и 924 121 51 39. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. ЕГЭ не за горами. К сдаче единого госэкзамена. Выпускники школ приступят 29 июня. Приморский старт. Заявки на конкурс по поддержке предпринимателей принимают в крае. Дождь и морозь. Погода в выходные дни заставит уссурийцев укутаться потеплее. Смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. К сдаче единого госэкзамена выпускники Приморья приступят 29 июня. ЕГЭ необходимо пройти только тем ученикам, кто планирует поступить в ВУЗы. Остальным выставят итоговые оценки на основании текущих отметок и далее бывшие школьники получат свои аттестаты. Тем же, кто метит на получение высшего образования, предлагают несколько предметов ЕГЭ. ЕГЭ первые – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Экзамены назначены на 29 июня. Следом русский язык, который будут сдавать 2 и 3 июля. 6 числа выпускники станут защищать знания по профильной математике. 9 по истории и физике. 13 июля по обществознанию и химии. 16 можно будет сдать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Письменная часть. 18 июля по иностранным языкам устно. Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько ВУЗов, причем без личного присутствия. Зачисление придет в августе. Сложная обстановка в пандемию коронавируса оказалась на предпринимателях. В условиях, когда резко снизился доход, страдают сотрудники организаций, которым вынуждены стали задерживать заработную плату. За несвоевременные начисления может грозить уголовная ответственность. О правах и обязанностях нам рассказали в Уссурийской прокуратуре. Действительно, вопросы обеспечения прав конституционных граждан в сфере трудовой деятельности, они всегда актуальны. В частности, для обеспечения прав граждан в сфере выплаты заработной платы Уголовным кодексом ЕГЭ предусмотрена ответственность за частичную невыплату заработной платы либо полную невыплату заработной платы. Данная статья в Уголовном кодексе пронумеровано за номером 145 прим. 1 Уголовного кодекса ЕГЭ. Санкция данной статьи в случае частичной невыплаты заработной платы предусматривает уголовную ответственность максимальным сроком на один год лишения свободы для работодателя. В случае с полной невыплатой заработной платы данная санкция статьи достигает трех лет лишения свободы. Вместе с тем, в случае частичной невыплаты заработной платы период неуплаты должен составлять три месяца и более. При этом, согласно разъяснению Пленума Верховного Суда, необходимо исчислять период неуплаты с дня следующего за днем установленной выплаты коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка. В случае же полной невыплаты заработной платы этот период становится меньше, составляет два месяца полной невыплаты, которая заключается в полнейшей невыплате заработной платы, либо выплате заработной платы в размере, который меньше установленного на период выплаты минимального размера оплаты труда на территории РФ. При этом необходимо учитывать, что примечанием к данной статье предусмотрено специальное основание освобождения от уголовной ответственности. В случае, если данное преступление совершено лицом впервые, работодателем, в данном случае, когда лицо в период расследования уголовного дела погашает полностью перед работником задолженность по заработной плате с учетом всех процентов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, дело подлежит прекращению. То есть, иными словами, сам работодатель в случае возбуждения в отношении уголовного дела заинтересован в том, чтобы исправить ситуацию в целях прекращения уголовного дела. Вместе с тем, в тех случаях, когда события или период уплаты, так скажем, не соответствует и не подпадает под признаки преступления, вместе с тем работник не лишен права защитить свои интересы. В частности, есть возможность привлечения к административной ответственности по статье 5.27.5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правоношениях, а также работник вправе обратиться в суд, либо в Государственную инспенцию труда за защитой своих прав. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...